Отпуск нужно провести так, чтобы яркие воспоминания разбавляли серость трудовых будней. Один из вариантов – отправиться в путешествие. Но как быть с теми, кого не хочется оставлять без присмотра, с любимыми домашними питомцами? Усы, лапы и хвост – вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Усы, лапы и хвост – это, конечно, хорошо. Но таких документов будет маловато для службы ветеринарного контроля аэропорта, ведь животное считается полноценным пассажиром. Если это внутророссийские перевозки, то достаточно иметь паспорта на животное со всеми отметками бешенства, комплексные перевивки. Также необходимо делать герметизацию и против блок обрабатывать. И против клещей. А если намечается зарубежная поездка, пакет документов придется расширить. Без формы номер один не обойтись. Ее выдают только в государственных ветеринарных учреждениях. Непосредственно в аэропорту сотрудники контроля обменяют ее на сертификат международного образца – форму номер 5А. В аэропорту есть специальный стенд, где можно ознакомиться с правилами перевозки четырех лапых товарищей. Также можно позвонить по телефону или зайти на ведомственный сайт, где сотрудники Россельхознадзора ответят на все интересующие вас вопросы. После ветеринарного досмотра мохнатый друг может смело направляться на регистрацию. Чтобы поездка не закончилась еще на стойке регистрации, правила лучше узнать заранее, ведь каждая авиакомпания самостоятельно определяет, пускать питомца на борт вообще или нет, и где он полетит – в салоне самолета или в багажном отделении. Перевозку животного следует согласовывать заранее. Некоторые перевозчики даже не разрешают брать животных в салон. Если это животное до 8 килограмм, он его перевозит в салоне воздушного судна. Если это животное свыше 8 килограмм, он его перевозит в багажном отделении. Для того, чтобы перевезти в багажном отделении животное, нужно обязательно, чтобы был отапливаемый багажник, поэтому авиакомпания это согласовывает заранее. Обычно при перевозке барсиков и жучек особых трудностей не возникает, но есть ряд животных, транспортировка которых запрещена. Нельзя перевозить при воздушной перевозке грызунов, так как они могут выбраться и сложно будет их найти, могут повредить и обширку самолета, и залезть в электронику. Татьяна недавно перебралась в Крым из Воркуты, своих животных забрала с собой, выбрала железнодорожный транспорт. Для путешествия на поезде специальные билеты питомцам не нужны. Это был сложный достаточно переезд, целых трое суток мы ехали с собакой и котом, пришлось выкупить целое купе, чтобы везти их. Друг познается в беде и в путешествии. Впрочем, следует помнить, что для многих четверолапых резкая смена обстановки – значительный стресс. Но если уже решили провести отпуск вместе, добросовестно подготовьтесь, чтобы ничего не омрачило ваш отдых. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Руслан Хохлов.